итак ребята всем привет в этом ролике мы с вами посмотрим как обновить open core на одиннадцатом поколении процессоров intel здесь процессор он замаскирован как intel core i9 десятого поколения но это процессор одиннадцатого поколения core i5 11400 приступим нам понадобится папка ефи наша рабочая то есть мы берем за основу рабочий ефи то есть который запускает нашу систему в данный момент то есть вот рабочая папка ефи далее мы идем на сайт гитхаба если конкретно то сюда осидантер репозиторий и скачиваем версию 0.9.1 больше ниоткуда не скачиваем только вот с гитхаба берем скачиваем так проверим у нас оси бинари дата проверим чтобы актуальный был обновили две недели назад ну он у нас актуально так поехали вот нас open core вот нам нужна вот эта папка на рабочий стол и далее открываем но чтобы не путать ефи ефи заходим в open core открываем нашу папку рабочие и смотрим оси бяй вот здесь у нас биться оси бяй сэмплы бинарис я беру только то что мне нужно я беру это копируем и вставляю сюда а из старого open core я беру недостающий то есть раз и берем вот это в итоге у нас получилось так же как дела в нашем open core старом далее поехали далее у нас драйвера открываем драйвера выделяем то что удаляется то есть то что мы будем удалять отсюда мы выделяем я еще порекомендовал быть тем людям кто собирается купить nvme диск то есть м2 оставить вот этот драйв вот это все оставляем а то что выделено удаляем вот наши драйвера те драйвера которые нам нужны для запуска системы а вот этот драйвер чтоб нтфс читалось только к сожалению только на чтение на запись не работает кекс кекс ты мы можем взять из старого потому что у меня тут все кекс ты новые то есть это звук trim ssd интернет я обещал сказать как я пофиксил когда лан резала скорость вместо intel mouse и кекс я брал вот данный кекс apple intel 210 ethernet кекс ай-210 это у нас процессор и спец степ intel mouse и интернет это на вторую сетевую карту их две лилу restrict events virtual smc water green а вот это вот все usb порты раз два три чтобы правильно работали юсб порты лишь карта портов вот так вот достаточно скажем так текста папку ресурсы с яйца до удаляю папку tools я очищаю так папку ресурсы с мы возьмем из старого конкора она обновлена то есть она такая же как и была далее мы берем сэмпл и сэмпл еще на рабочий стол перемещаем я объясню почему когда мы будем прописывать драйвера кекс ты то есть все в загрузчик будет немножко кривой иконфиг и мы его под редактируем с помощью сэмпла покажу как мне это помогло все прекрасно далее мы из старого опенкора берем конфиг тоже будем его использовать значит пока не переименовываем в конфиг пока оставляем сэмплом открываем его proper 3 нажимаем файл оси clean snapshot идем в наш open core и жмем choose то есть мы прописали автоматические наши а себя таблицы драйвера перейдем сразу драйвером нажмем collapse так у ефи drivers очень важно чтобы open runtime load early был true а также open variable runtime чтобы был true сохраняем открываем открываем теперь через листедит про сэмпл наш и плистедит про пофиг наш почему я говорил что мы не переименовываем в конфиг потому что и там конфиг и там конфиг можно перепутать значит смотрим спи адд то есть все прописано все в порядке девайс properties я отсюда удаляю и перемещаю из конфига вот я переместил и нажал ok то есть девайс properties теперь у нас из старого конфига так можно делать либо мы просто не перемещаем саму директорию а удаляем отсюда вот нажмем delete и перемещаем вот сюда вот сами адреса устройств дальше поехали booter quirks и здесь мы тоже открываем booter и quirks и смотрим ну вот здесь все остается как есть за исключением synchron time permissions мы делаем сейчас обновление то есть мы не настраиваем если настраивать то нужно знать инструкцию а так мы делаем обновление настраивается он под 10 поколение если говорить о настрой если видео наберет давайте 700 лайков ну примерно то я сниму настройку с нуля open core а также установку macos настройка open core будет производиться для одиннадцатого поколения из-под windows ставим лайк подписываемся на канал дальше будет интересно дальше смотрим protect secure boot enable save mode slide включен avoid runtime defrat включен divirtual тоже нужен должен быть включен дальше у нас выключено enable write on protector нам не нужно protect secure boot provide custom slide вот и все то есть тут должно быть вот так практически по молчам едем дальше дальше у нас керну emulate и в emulate нам нужно взять cpu id data cpu id mask то есть это маскировка нашего процессора выберем это десятое поколение мы берем дата и берем маску все процессор у нас замаскирован dimmy power management ставим из и за c5 возьмем патч еще на всякий случай для usb портов вот этот берем перемещаем далее квирки apple cpu pmc energy lock apple xcp mc в дюмпп потом кастам писаем сериал девайс кастам асамбис дисейбол и у мэппер паник но кекс дам пауэрсэм маут кинул паник и проводит коррент cpu инфо с этап с трим тайм аута ставим здесь черескер но он у нас все далее мисс здесь ставим авто здесь ставим нет то скрытие раздела здесь оставляем launcher option disable patch default пикер атрибуты 144 пикер мод external пикер вариант идем с вами наш новый ефи ресурсы имейдж и ставим тему копируем и ставим слэш и копируем название и вставляем сюда тему мы прописали далее тайм аут ставим 10 я всегда рекомендую 10 чем больше тем лучше шоу пикер есть здесь таргет 3 здесь ставим таргет вот далее security allow set default yes потом expose sensitive data можно удалить объясню почему scan policy 0 мы потом expose sensitive data просто заменили и серпла secure boot модуль disable then a concept about optional так едем дальше идем enviram это мы удаляем в enviram здесь для работы сети вот этот ключ вот а также очень обязательно подменяем девайс айди для скоростной сетевой карты чтобы она работала правильно это обязательно то есть ключик в enviram подменяем девайс айди и кекс intel 210 интернет а для второй intel мауса и сеть у нас не будет резать скорость будет работать как положено так тут все платформ инфо дженерик поехали в платформ инфо заполняется только дженерик если кто то говорит что что надо заполнять асмбирус там все прочее нет заполняется только дженерик мы берем млб потом мы берем ром потом мы берем mac модель мы берем серийный номер мы берем system ее айди то есть вот оп 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 дженерик мы заполнили как ни странно скопировав наши данные мы заполнили дженерик далее апдейт см биос мод пишем кастом все уехали apfs чтобы каталина была видна еще раз каталина в логан коре пишем минус 1 и тут пишем минус 1 чтобы были диски видны apple input apple event здесь я ничего не ставлю раньше ставил потому что не грузилась здесь я писал авто сейчас уже не надо далее драйера у нас прописаны идем к мирке ignore invalid flex ratio ns usb ownership и все ребят мы закончили настраивать наш open core дали почему мы удалили значение miss security экспорт sensitive data мы просто сейчас его возьмем из серти из другого сэмпла miss security экспорт sensitive data перемещаем и нажимаем кей почему я это сделал потому что proper 3 немножко этот параметр колхозит здесь пишем 3 а его колхозить как известно нельзя все мы можем сохранить наш конфиг save зайдем и теперь сделаем такую штуку значит делаем загрузки open core delete oc validate идем открываем наш терминал перемещаем сюда oc validate и наш компьютер у нас есть ошибки в device properties и в kernel add и давайте сейчас эти ошибки исправим и можно будет загружаться так я понял почему мы неправильно скопировали вот эти вот адреса наших устройств надо копировать их в add все теперь верно и kernel add здесь cpu-friend стоит не там где нужно так где этот текст вот он второй он второй и двенадцатый ясно сохраняем второй и двенадцатый текст cpu-friend должен быть после lilu а cpu-friend data provider должен быть после cpu-friend так поехали это ничего страшного если ошибки мы можем будет проверить на ошибки и исправить ошибки это не зависит от уровня хакинтошника у меня опыт очень большой просто на данный момент железно было я привыкаю а так мы настраивали под десятое поколение девятое поколение то есть все это проходили так идем разбираться kernel адд разбираться мы будем конечно через proper 3 жмем collapse kernel адд что нам пишут cpu-friend после lilu так где у нас лилу вот пятый у нас лилу значит cpu-friend у нас идет после пятого так а cpu-friend data provider у нас идет после cpu-friend все порядок сохраняем теперь проверяем обратно проверяем открываем терминал и проверяем после validate resample все нет ошибок вообще теперь мы можем запускать этим open core нашу систему поехали будем запускать далее мы с вами уже настроенную папку вот она переместим на наш SSD диск меняем название его конфлига resample конфлиг берем эту папку монтируем наш эфир раздел папку с вами перемещаем вот сюда вот это вот можно сжать и удалить также я рекомендую всем всегда иметь флешку у меня есть флешка помонтируем эфир флешки и наш старый open core который запускается с тем формируем сюда и разархивируем его нокировать вот это возможно папку все теперь правильно перезагружать компьютер так как у нас есть резервная флешка это самое наверное главное что нужно иметь это флеш перед тем как перезагружать компьютер давайте перезагружаем наш компьютер и смотрим ну вот ребята компьютер у нас ушел на перезагрузку давайте смотреть ну вот ребята все обновлено что порядок так вот довольно просто обновить open core на компьютере 11 12 13 поколение интер подписываемся на наш дискорд сообщества ссылочка на дискорд в описании ютуб канала если видео было полезно лайк подписка комментарий посмотрите наши другие ролики слева и справа будут подсказочки всем пока до встречи мала прочитать прочитать Продолжение следует...